Продолжение следует... А что так много счастья в вашем возгласе? Кто? Кто тебе сказал, что у меня счастье? Ну вы аж закричали. Я тебя отвлек от того, что ты там сидишь. Да вы меня всегда отвлекаете. Ну, отвлек твое внимание. Да ничего, ничего. Рассказывай. Как ты? Рад? Рад, что выделила Америка 100 миллионов долларов на обучение на F-16 украинских пилотов? Да не, меня другое тут смущает. Это все это так. Что так? Тебе нравится это или нет? Мне не очень сильно понравилось визит нашего президента в Саудовскую Аравию. Я понимаю. Как ты относишься к тому, что 100 миллионов долларов выделили на обучение? Да, 100 миллионов. Наши печатный станок нарисуем еще. Это такое мелочь. Правильно. То есть, вот, ты поддерживаешь это, правильно? Обучение украинских пилотов, чтобы били вот эту шваль российскую на своей территории. Слушайте, можете обучать, можете не обучать. Это же все надо еще завести, обучить. Это же знаете, пилоты... Конечно. Ну, раз сейчас уже выделено... Ты же понимаешь, если Америка что-то делает, она делает до конца. Я знаю. Я вот, кстати, видел в Афганистане 31 августа прошлого года. Да, они делают до конца. Вот видел, да. Они сказали, что Украину, пока у нее будет желание это у самой делать, они ее будут поддерживать до победного конца над Россией. Что скажешь, а? Я? Да, я вообще... Нечего сказать, да. Я вот для того... Вот вы такие, как вы, вот эти вот укра-блогеры. Кстати, почему вас они не берут в спилку? Вы как раз вот... Риторика у вас как раз... А не соскакивай с темы, не соскачивай. Не-не-не-не просто ваша риторика... Ты соскакиваешь с темы. Я не соскакиваю. Вот ваша риторика, вы в Калифории. Не надо соскакивать с темы. Я же вас не перебиваю, когда вы говорите. Мы сейчас говорим по поводу того, по поводу поддержки Америкой, Украины. Причем здесь спилка блогеров. Вы восточную мудрость знаете, да? Их очень много существует, и не все из них являются мудростями. Да, не, восточные они как правильно мудрость. Как правильно, да. Да, так вот через 20 лет, или через сколько-то времени, или Ишак сдохнет, или Падишах, или Хаджан Асреддин. Так что тут такое, знаете... Я думаю, к концу этого года уже начнут Крым освобождать. Он говорит, Ишак сдохнет. Ишак Путин, если, да, Путин. А, или ты имел в виду унылая лошадь, Лавров, да? Этого Ишака ты имел в виду? Он сдохнет. Вы знаете, если вот вы не будете оставаться в рамках хотя бы культурного человека, то мы будем продолжать диалог, потому что вы ведете себя как пацан. Культурного человека, ой-ой-ой. Вы ведете себя как юнец. Вот я получается, знаете, вот я как-то разговариваю с вами, такое ощущение, я пачкаюсь. Вот я уже не говорю, что подписчики... А, ты пачкаешься, ой, бедненький. Смотри, не запачкайся. Вы вот пытаетесь молодиться, но оно вам не идет, понимаете? Причем тут молодиться? Ну вот ведете себя как 16-летний юнец. Я веду себя так, как считаю нужным с тобой вести. Со мной? А как с тобой можно иначе вести? Ну как, на «вы». Ты сидишь в благополучной стране, да ты не достоин того, чтобы с тобой на «вы» разговаривать. Поддерживаешь фашистское государство, которое сейчас убивает Украину, и живешь в том государстве, которое поддерживает эту самую Украину в борьбе с фашизмом. Ты сидишь и поддерживаешь российскую фашистскую машину, когда она убивает украинцев. А государство, в котором мы с тобой оба живем, поддерживает Украину, которая борется с этим фашизмом на своей территории. Как с тобой можно разговаривать после этого? Во-первых, вы мне тыкаете. Какого разговора ты достоин? Во-первых, вы мне тыкаете. Это уже нехорошо. Естественно. А как я с тобой должен работать? Я с вами говорю на «вы». Да мне пофигу, как ты со мной разговариваешь. Серьезно? Мне это фиолет, абсолютно. Серьезно. А где вы, в какой деревне вы воспитывались? А это не важно. Мне просто интересно, в какой деревне? Мы говорим о твоем отношении к фашистскому государству. Наверное, в какой-то забитой деревне, в бараке. И каким образом ты живешь в Америке, которая поддерживает демократические ценности и срешь внутри Америки сейчас высерами своими. Вот в этом пространстве ютуба. Кому конкретно я сру? Всем, кто тебя смотрит. Ну я понимаю, там вон те убогие. Всем, кто тебя смотрит, да. Вот ты и есть тот самый. Ты и есть, ты и обсираешь. Ну давайте, поистерите, поистерите. Когда закончите истерить, скажите мне. Я закончил, говори, я тебя слушаю. Вы закончили истерить? Я слушаю твои оправдания. Серьезно? Мы ее оправдали? Да, конечно. Я вам в оправдании, вы знаете, если вы считать хотите это оправдание, я вам такой вопрос задам. Вы кто такой, чтобы кого-то судить? Вот вы лично кто? Я разумный человек, который живет в развитой стране и который умеет анализировать ситуацию. В отличие от тебя. Считать себя разумным, это первая стадия шизофрении. Поэтому вы тут немножко определитесь. Ты себя разумным не считаешь, да? Классно, блин. Это 5 баллов. Ты себя разумным не считаешь. Мне понравилось. Вот с этого момента, да, я тебя слушаю. Продолжай. Наверное, я вот это даже выставлю и пусть посмеются мои подписчики. Ой, выставишь ты, то не может быть. Ну давай, выстави. Пусть посмеются. Они, кстати, они мне говорили, больше с ним не говори, говорит, надоел, говорит. Глупый, ведет себя как пацан. Ну я, знаете, ну пусть еще раз осознают. Может передумают. Ну так давай, давай, я слушаю твои оправдания. Я не считаю нужным перед кем бы то ни было, особенно перед вами оправдываться. Вы никто. Чего? Ну вот смотрите, я вот, например, сейчас возьмет мне тумбочка, скажет, оправдайся передо мной. Ну вы что, с ума сошли что ли? Это уже настоящая шизофрения. Ну да, да. Ты перед тумбочкой не оправдываешься, да? Конечно нет. А вы оправдываетесь перед тумбочкой? Нет, не оправдываешься. Ну это правильно, ты знаешь. То есть я, честно говоря, ты прям повышаешь мое мнение о тебе. Ты перед тумбочкой не оправдываешься. Главное, чтобы ваше мнение не упало. Молодец, молодец. Слушай, а как ты оправдаешься то, что ты поддерживаешь фашистскую страну? Назовите мне фашистскую страну. Россия. Серьезно? Да. Интересно, а кто она знает? А ты не считаешь, что она совершила фашистское нападение на Украину? Почему весь мир не участвует в освобождении? Весь мир участвует? Не, 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 не. Я не говорю. Как это нет? Оружием там, как это нет? Вы помните, как... Конечно, да. 100 миллионов долларов. Только что же мы обсудили? Выделили только на обучение пилотов украинских, чтобы бить вот эту гадость на своей территории. Я начинаю говорить, вы меня прерываете. Ну, говори. Да, вот если у меня еще раз прервет, я переключусь. Ой, маленький, убежишь, да? Не, я не убегу, я уйду. Я же раз предупреждаю. Уйдешь. Потому что мне не нравится. Только не плачь, хорошо, не плачь, давай, давай. Не плачь. Я уйду с улыбкой. Не плачь, хорошо, давай, улыбайся и говори, я тебя слушаю. Не подгорай, чего ты. Давай, давай. Ой, прикольный, блин. Так, во время Второй мировой войны коалиция там из 56 стран, по-моему, да, была, которая участвовала во Второй мировой войне против нацистской Германии и тех, кто поддерживал ее. Там же не только нацистская Германия была, правильно? Вы сейчас проводите сравнение с фашизмом. Мне интересно, где вот хотя бы... Рассказываю, рассказываю. Фашизм, во-первых, не имеет никакого отношения к количеству стран, которые напала или защищаются, это первое. Второе, это некорректное сравнение, потому что фашистская, как ты правильно сказал, коалиция напала на целый ряд стран. То есть на много европейских стран, сразу обозначив опасность всему миру этому. А Япония еще с другой стороны это ударила. Так вот, это абсолютно некорректное сравнение. А подлая Россия, она понимает, что против НАТО она усрется сразу. Поэтому она напала на Украину, надеясь, что она уже просто разодрала Европу. И частично она это сделала. Путин успешно порвал Европу, так сказать, вот единство Европы до этого. Кто порвал? Он порвал. Кто порвал? Путин. Ух ты, а как? Путин как? Ну вот так вот, коррупционными методами, в основном. А как-то как? Коррупционными методами. Вы хотите сказать, что Европа коррупционная? Вы хотите своей нефтяной иглой? Вы хотите сказать, что подождите, вы хотите сказать, что Путин повлиял на разрыв коррупционеров? Он повлиял негативно. Вы хотите сказать, что Путин рулит Европой? Он не рулит Европой, он повлиял негативно. Того что? Да, на сплоченность Европы. Он повлиял на это очень сильно. И поэтому он надеялся, что он нападет на Украину. За три дня он возьмет Киев, за две недели всю Украину. А Европа плевком, как обычно, умоется. Он не ожидал, что весь мир сплотится против этого. И не забудь, что когда Германия нападала, ядерного оружия в мире еще не было. А у Путина оно есть. Это одна из причин, почему весь мир сейчас не обрушивает свою военную мощь своими руками на вот этого фашистского зверя. Они это делают посредством той страны, на которую непосредственно напала Россия. Понятно, я объяснил или повторить тебе? То есть Украину не жалко? Жалко, конечно. А почему никто не помогает? Так я ж только что объяснил. Ты плохо понял, нет? Да. У тебя плохо с пониманием? Да. Объясни. Давай, давай еще раз. Вы по-моему... Давай я тебе и твоей тумбочке объясню. Не, у вас по-моему... Не, не, подождите. У вас по-моему... Как нет? Вы жили? У вас вот это вот... Моё хата сграничество тоже было в моде. Тебе и твоей тумбочке я это объясню. А моей тумбочке зачем объяснять? Моя тумбочка... Ну, за тем, что она может быстрее поймет, чем ты. Не, она не... Я вас сравнил просто. Ну, все, ну, помолчи, я же объясняю. Не, 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 мне не надо объяснять. Не подгорай, не подгорай. Мне не интересно эта тема. Как это не интересно? Ну, вот так не интересно. Спокойно, мы с тобой ее не обсудили. Я же вам говорю, что не интересно. Я вам задал вопрос, вы мне на него не ответили. Я тебе хочу ответить. Нет, вы не на ответили на него. Я тебе хочу ответить. Вы не ответили на него. Я вам конкретно задал вопрос. Ты готов? Ты готов к вам ответить? Я вам конкретно задал вопрос. Какой? Давай еще раз. Получается, что невмешательство европейских и остальных стран из коалиции, которые там много-много... Это получается, что Украина... Ну, не жалко Украину. Так получается? Можно отвечать? Пожалуйста. Только коротко, без распространения вот этого. Как отвечать? Это мое дело. Это мое дело. Не, коротко. Надо быть лаконичным. Лаконичным. Ну, хорошо. Закрой рот. Кратости... Не, нет. Хорошо. Когда я говорю, ты не должен говорить. Закрой рот, будете говорить. Там, может, жене... Ты не должен говорить, когда я говорю. Может, соседу, если вам по башке не даст. Я пошел. Когда я говорю. Хрена себе, он мне говорит, закрой рот. Вообще с ума сошел. Клоун. Умник. Во-первых, он меня воткнул, что я против Украины. Он вообще долбанулся на всю голову. Он там перегрелся на калифорнийском солнышке, что ли? Клоун.